Надежда Савченко предложила, что человек, находящийся в СИЗО, например, год, то ему этот год засчитывается за два. Таким образом, многие преступники, причем особенно те, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления, убийства, грабежи, изнасилования, стали выходить раньше. В итоге, за полтора года действия этого закона, раньше на свободу вышли тысячи преступников, которые совершили, я точно помню, на май 2017 года, 54 убийства, которых они бы не совершили, если бы оставались дальше в тюрьме, сотни грабежей, разбоев и тысячи краж. Так вот, я спросил после одного телеэфира Надежду Савченко, когда она еще была на свободе. Надежда, а как тебе в голову пришла такая мысль, сделать такой интересный закон? Она мне сказала, что меня возили в автозаке по судам, я ездил там с российскими зэками, они постоянно рассказывали мне по дороге, что Путин собирается принять такой же закон в России, о том, что один день нахождения в следственном изоляторе будет засчитываться за два дня нахождения в местах лишения свободы. И мне тогда все стало ясно, что с ней очень хорошо работали психологи, ее очень хорошо накачивали необходимую информацию, и через нее таким вот образом влияли на Украину. Представьте себе, письмо Надежды Савченко, партии Батькивщина, привело к регистрации закона и принятию уже всей Верховной Рады, не только Батькивщиной, закона Савченко, который привел к негативным последствиям для криминогенной ситуации в стране. А мы в это время отслеживаем, как через российские средства массовой информации, через их интернет-коммуникации запускается постоянная идея, про то, что у нас в стране все хуже и хуже, и скиминально с другими моментами. Доси не зрозуміло, все-таки, хто реальний автор цього закону. За однією версією я чув, сам адвокат, один з її адвокатів російських, казав, що це моя була ідея, я написав проєкт закону. Є інша версія, дуже популярна в наших соцмережах, в деяких ЗМІ, що це друзя Лозинського, колишнього депутата від вашей фракції, просували цей проєкт закону для того, щоб його звільнили раніше терміну покарання. Що стосується логістики, текст цього законопроекту прийшов із російської в'язниці, в якій перебувала Надія Савченко, і він був в неї підписаний. Хто в які перемоги, про авторство, я не знаю, але ваш закид про Лозинського точно не має ніякого відношення до цього, тому що Лозинському на 4, якщо я не помиляюся, роки зменшив термін відбування покарання Верховний суд України. Верховний суд України. Це друге. Я вважаю, що він дійсно мав недоліки. Я вважаю, що, напевно, його треба було по-іншому сформулювати. Але в той момент парламент проголосував так, як він проголосував конституційною більшістю. Дякую.